Маткульт, привет, дорогие друзья! Я презентую книгу в Майкопе. Ну, народу не очень много, но зато это все мои знакомые, то есть вот сто процентов попадания, что называется. Да, это наши профессора с экономикона. Ну и так как Аст хотел, чтобы я когда-нибудь зачитал эту книгу, давайте я попытаюсь пробно зачитать тот кусок, который писал сам я. Остальное все писал Филатов по моим лекциям и по своим, но вот этот кусок это лично мое перо. Сейчас я попробую зачитать в художественном стиле и вы подумаете как это будет звучать как бы в аудио формате. Итак, 3.2.2. Доказательства теоремы Майерсона. Страница 133, голова 3, математика, теория акционов. Докажем теорему Майерсона об эквивалентности форматов. Для этого введем следующие обозначения. Пусть Нью Ай это оценка Итого участника аукциона. Она является случайной величиной, которая распределена регулярным образом. То есть имеет математическое ожидание и дисперсию на множестве неотрицательных чисел. Пусть также Би Ай это ставка Итого участника. Равновесную стратегию игроков обозначим за S в скобочках точка. Обращаем внимание, мы сразу же рассматриваем именно равновесную стратегию, опуская весь процесс ее нахождения. Функцию распределения оценок, то есть типов участников, обозначим за F, большое, вот точечка. И в силу симметрии она будет одна и та же для всех. Все участники аукциона принципиально неотличимы друг от друга. А приори, то есть до начала проведения аукциона, все Н случайных величин, Нью Ай, так далее, Нью Н, распределены независимым образом и неизвестны участникам. Однако после показа лота каждый участник узнает свое собственное значение Нью Ай. Теперь применим следующий трюк. Обозначим за М от Нью функцию, определяющую ожидаемый в рассматриваемом равновесии S от точка платеж игрока. А подаришь мне на канал или на КМЦ заберешь? Отдам, отдам. И там, и там, да? Нет, отдам. Отдашь нас, супер. Вот, платеж игрока, узнавшего свою оценку Нью. Таким образом, игрок, и мы вслед за ним, должен усреднить результат своего участия с данной оценкой по множеству всех наборов реализации оценок прочих участников. То есть на пространстве размерности Н-1. Так как все прочие оценки независимы друг от друга, то вопрос сводится к взятию Н-1 кратного интеграла по этому множеству как раз от функции платежа М, который определяется при любых конкретных реализациях правилами акциона. Примененный к набору S от Нью Джей, по всем Джей, домноженный на совместную плотность распределения. Последняя, в силу независимости случайных величин, равна произведению плотностей F от Нью Джей, маленькая F, в соответствующих точках Нью Джей, определяющих реализацию оценок остальных участников. С какой вероятностью предмет достанется участнику с оценкой Нью? В силу требований эффективности аукциона, это произойдет в том случае, в том случае придумал босс Валерий Иванович Апойцев. Знаешь, да, его? К сожалению, уже... Он нас покинул уже. У него прекрасный 15-томник математики. Но это так, это как бы подстрочное... И у меня тоже, да, у меня тоже. Это как Ив. Да-да-да, Ив он придумал Томма. В том и только том случае. Когда заявка нашего игрока S от Нью перебьет все прочие заявки S от Нью Джей. Теперь вступает в игру монотонность функции S от Точка, одинаковой для всех игроков равновесной стратегии участия. Монотонность позволяет заключить, что участник с оценкой Нью победит в аукционе и получит предмет только в том случае, когда его оценка окажется максимальной. Таким образом, вероятность победы для участника с оценкой Нью равняется F в степени Н минус 1 от Нью. Чтобы окончательно абстрагироваться от всей лишней информации, обозначим теперь функцию F в Н минус 1 степени от Точка за Ж от Точка. Сразу же заметим, что она определяется только тем, как именно априорно распределены оценки участников, а не тем, как устроен наш аукцион и какое именно симметричное равновесие S от Точка мы рассматриваем. Если вдруг для данного формата окажется несколько равновесных стратегий, выводы будут одни и те же. Переходим к ключевому моменту. Если участник с оценкой Нью следует стратегии S от Точка, то он получает предмет с вероятностью G от Нью и платит средним M большое от Нью. Таким образом, его ожидаемый выигрыш в этой игре равен Нью умножить на G большое от Нью минус M большое от Нью. Если же он изменит свое поведение, вместо S от Нью заявив B с волной, то это фактически эквивалентно тому, что он прикинется участникам с оценкой Нью с волной равной S в минус 1, функции S минус 1, взятые от B с волной. По крайней мере, это верно в том случае, если выпавшая оценка Нью не краевая, то есть не равна ни нулю, ни максимальной возможной оценке. Это вот то, что всегда не договаривается в книгах, я хотел это хорошо проговорить. В случае, когда диапазон всех оценок является каким-то конечным отрезком 0Т, и если отклонение окажется незначительным, не выводящим оценку за пределы допустимого диапазона. А, скобка закрывается после ОТ. Да, все правильно, нет описки. Что получит игрок с оценкой Нью, если он прикинется игроком с оценкой Нью с волной, близкой к Нью? Он получит лот с вероятностью G большое от Нью с волной, заплатив в среднем M большое от Нью с волной. Так как лот на самом деле имеет для него ценность Нью, то выигрыш будет равен Нью умножить на G большое от Нью с волной, минус M большое от Нью с волной. Такое изменение должно быть невыгодно, поскольку стратегия участия С от точки равновесная, и поэтому она является оптимальным ответом на себя саму. То есть при условии, что остальные участники следуют этой стратегии, заявка С от Нью должна доставлять максимум функции ожидаемого выигрыша участника с оценкой Нью. Таким образом, при любых Нью с волной примерно равных Нью должно быть выполнено неравенство Нью на G большое от Нью минус M большое от Нью больше и равно Нью на G большое от Нью с волной минус M большое от Нью с волной. Для дифференцируемых функций из этого следует, что производная по Нью с волной от функции Нью G от Нью с волной минус M от Нью с волной обращается в ноль именно в точке Нью. Иначе даже локального максимума нам не получить То есть ню на дж от ню с волной по дню с волной Минус дм от ню с волной по дню с волной равно нулю Непременно в точке ню с волной равно ню Поскольку ню было взято совершенно произвольно С одним условием ню не равно нулю и ню не равно т Мы получаем следующее дифференциальное тождество Ню на дж от ню тождественно равно м штрих от ню При всех ню больше нуля Вспоминая о том, что м от ню равно нулю Человек с заявкой ноль платит ноль И интегрируя наше тождество в пределах от нуля До произвольной возможной оценки у Мы получаем окончательную формулу для функции Ожидаемого платежа участника аукциона Которому выпало значение оценки ню равно y М большой от y равно интеграл от нуля до y Ню ж штрих от ню по дню Заметим, что независимо от формата В среднем аукционист в симметричном равновесии Получит с участника, которому выпало ню равно y Величину m большой от y, зависящую только от распределения оценок Ясно, что ожидаемый доход аукциониста равен Н кратному значению интеграла от m от y по пространству возможных y То есть этот суммарный ожидаемый доход Также не зависит ни от чего Кроме априорного распределения ценностей лота Для участников аукциона Теорема Майерсона, давшая ему Нобелевскую премию, доказана